Мы переехали в Мариуполь из Донецка в 2014 году, когда началась война. Я остро ощутила тот факт, что если не я, то, наверное, никто решила, что буду помогать. Я говорю, так я ничего не умею, я музыкант, что с меня взять? Тогда пой. Моральная поддержка тоже поддержка, и моральная помощь тоже помощь. Стали ездить за 2014-2015 год, объездили, наверное, все передовые позиции, которые могли быть, и под обстрелы попадали. В 2016 году поняла, что помогать, да, это мое, но что-то не так. Ребята говорят, попробуй помочь детям. Мы взрослые, мы сильные, мы справимся, а есть те, кто не справится. Стала ездить в интернаты. Их эмоции, их настроение, когда они видят тебя, оно бесценно. Я присоединилась к Красному Кресту, стала волонтером. Мы стали помогать детям тоже проводить мероприятия, арт-терапии. Деткам с инклюзией, и просто деткам, школьникам, деткам, внутренне перемещенным лицам. То есть таким же переселенцам, как и я, ну, вроде взрослые, и знаем, что есть дети с инклюзией, да, что... Да, определенные особенности. Но они же уникальные. Я стала ассистентом преподавателя-реабилитолога старшей группы. Это инвалидность разной категории. Я не поговорю ему, хочешь, я тебе помогу нарисовать. Я рисую вместе с ним. И для него это ценно. Не всегда можно помочь деньгами, не всегда можно помочь какими-то подарками ребенку. Иногда нужно просто подойти и обнять. Я столкнулась с ребятами, которые беспризорники. Это дети из малообеспеченных семей, многодетных семей. Когда вроде как в семье, но предоставлены сами себе. Это дети, которых учишь читать, учишь писать. Бывает так, что учишь чистить зубы, одеваться, стирать вещи. Кого-то учишь улыбаться, танцевать. Я решила, что я хочу быть тем человеком, который не даст кому-то когда-то сломаться. К этому и иду.